Оксана Манохина в парке культуры и отдыха работает уже третий сезон. Человеку, имеющему инвалидность, устроиться не так-то просто. Либо не берут, либо заболевания не позволяет. А здесь охотно принимают. Для работы всегда на свежем воздухе постоянное общение с людьми. У меня по статусу я на инвалидности более-менее так подходящая работа. То есть работаете только летом, получается, в летний сезон? Да, только летний сезон. В состоянии здоровья зимой я не могу работать. Оксана Милеева, одна воспитывающая маленьких детей, тоже не может найти постоянную работу. Поэтому, когда в этом году вновь предложили временное трудоустройство в парке, согласилась не раздумывая. Я вообще одна живу, у меня двое детей. Ну, как бы мне в парке удобно работать. Двум Оксанам и еще одиннадцати бывшим безработным повезло. Все они по направлению центра занятости прошли специальную стажировку и трудоустроены в парке культуры и отдыха. Причем большая часть людей работает здесь уже не первый год. В основном масса людей приходит, они уже опытные сотрудники. Поэтому мы стараемся в первую очередь их брать, а не с улицы. Потому что с улицы люди случайные, а здесь они все ждут работы всю зиму и приходят прям с новыми силами, с желанием работать. У нас обязательная программа. Мы сами административный инженерно-технический персонал обучаемся постоянно, пересдаем ежегодные экзамены. Всех мы их обучаем. Обязательно пятидневная стажировка на рабочем месте с опытными наставниками. И только после этого они допускаются. И ежедневно, каждый день и главный инженер, и начальник отдела эксплуатации осуществляет контроль за рабочим местом и за состоянием своих сотрудников. Участвовать в программе может работодатель любой формы собственности. Для этого всего лишь надо предоставить центре занятости заявку. В чем заключается суть программы? Если работодатель любой формы собственности создает рабочее место для вышеуказанной категории граждан, то ему из средств федерального и областного бюджетов возмещаются эти затраты в размере до 80 тысяч рублей на трудоустройство инвалида и до 60 тысяч рублей на создание места для многодетного родителя или родителя, воспитывающего ребенка инвалида. В 2011-м благодаря программе по снижению напряженности на рынке труда и неравнодушию руководителей предприятия смогли трудоустроиться 29 горожан, 13 людей с ограниченными возможностями, 13 многодетных матерей и 3 родителя, воспитывающих детей инвалидов. В этом году действие программы будет продолжено.